Ребята, здравствуйте! Вы сейчас все находитесь на карантине, но наши мастер-классы в библиотеке никто не отменял. Сегодня мы с вами будем делать книжную закладку. Выглядит она у нас вот так, в таком винтажном, красивом стиле. Ее можно подарить, а также ей можно пользоваться. Для этого нам понадобится карту. Вот такие заготовки для будущей закладки, которые можно скачать в интернете. Можно выбрать рисунок по своему вкусу. Есть совы, цветочки. Можно купить что-то готовое из готовых листов, которые можно купить в магазине. Все для творчества. Это уже как у вас получится. Для украшения нашей будущей закладки у нас есть вот такие цветочки, бабочки, деревья, бусины. И еще нужна будет нитка для кисточки, которую мы будем делать на нашей закладке. Для начала мы вырезаем заготовку нашей будущей закладки. Заготовки можно сделать две штуки, так как закладка у нас будет красивая с двух сторон. И одну часть, чтобы она не прогибалась, была твердая, удобная в использовании, мы ее переводим на картон. Делаем заготовочку в одну из картон. Ну, почти другое. Этому потомка дробнее. Так же нам понадобится клей. Клей можно использовать любой. Можно взять клей-карандаш, можно взять пыла, любой клей, который есть дома. Мы намазываем нашу декоративную часть очень так хорошо, тщательно. Уголочки проклеиваем, чтобы она у нас не отходила. И соединяем нашу заготовку с картоном. Вот так выравниваем. Это мы потом все еще уберем. И так же делаем с другой частью нашей закладки. Вот такая симпатичная она у нас получилась. Немножечко я ее скосила, но здесь можно подробнять. Вот так она у нас будет смотреть. Это низ. И вот здесь уголочки нам нужно немножечко скосить уголочки. Здесь у нас еще будет потом отверстие для кисточки. Вот наша заготовка под закладку готова. Украшать нашу закладочку мы будем бабочками. И еще приклеим на нее вот такую бирочку. На ней можно будет написать либо пожелание какое-то, или же имя будущего владельца закладки, чтобы она не потерялась и была именной, и мы знали, кому она принадлежит. Вот такая бирочка на нее клеится. Здесь будет место для какой-то записи. Вот так мы ее качественно приклеили. Также у нас будут здесь приклеены вот такие бабочки. вот здесь маленькая. Вот здесь маленькая. Вот так мы делаем. Вот так мы делаем. для крепления нашей будущей кисточки. Вот так. И еще, чтобы у нас получились опрятные края у закладки и она была такая более законченная, нам еще понадобится акриловая краска и кусочек губки. Мы наносим небольшое количество краски на губку. Совсем немного. И вот таким образом мы начинаем затонировать наши края, чтобы у нас получился акцент. И они получаются такие опрятненькие очень. Они закрашены и они дают цвет всей нашей закладочке. Законченность всей нашей закладочки. А сейчас мы сделаем кисточку для нашей закладки. Нам понадобится вот такая заготовка, плотный картон шириной 10 сантиметров. Мы наматываем нашу ниточку вот так посредине. Нужно не сильно много, чтобы кисточка у нас получилась не очень толстая. Иначе она будет выглядеть очень массивно на фоне нашей закладки. Ну, где-то вот так, я думаю, достаточно. Мы отрезаем остаток ниточки. Такую же нитью мы завязываем и вот так продеваем. И нужно очень плотненько завязать вот здесь вверх нашей кисточки. Мы можем вот так. Кисточки. И вот так. Мне просто стескать эту кисточку. Субтитры сделал DimaTorzok Очень плотно наматываем нашу нить Делаем вот такую петельку Очень длинная нитка получилась Вот такую петельку И фиксируем узелочек Наверну его два раза вокруг нашей петельки И затягиваем Вот такая кисточка у нас получилась Ножницами мы все это подравниваем Подравниваем Урезаем краешек, чтобы было ровно И верх нашей кисточки мы украсим вот такой Сиреневой бусинкой, которая будет идти в тон нашей закладки Вот такая кисточка у нас получилась Мы завязываем узелочек Ну примерно сантиметров 6-7 Завязываем узелочек и лишнее мы отрезаем И соединяем ее с нашей закладкой Вот таким образом Наша закладка готова Вот такая кисточка у нас получилась Завязываем Вдруг Продолжение следует...